Беспал Андреевич, мы подискутируем. Спасибо. Все хорошо. Так, сразу отвечаю на вопрос. Перенес вирус на упражнение легких, вызван коронавирусом, антикоагулянт не принимал. Может ли это быть связано с коронавирусом ТЭЛа? Конечно, может быть. Об этом все время говорим, что антикоагулянты при ковиде и после ковида надо принимать достаточно долго. Ну хорошо, значит, еще раз повторюсь, это лекция, которая была сделана мною на заседании нашего, пленарное заседание нашей конференции «Пожилое больное качество жизни», которую мы проводили в 27-й раз. В принципе, я несколько раз уже говорил об этих вопросах, но поговорим еще раз. Значит, когда перелистываешь старые страницы, 27 лет – это срок большой. Вот, нам есть что сказать, и на самом деле есть чем гордиться, потому что мы очень многое сделали для того, чтобы все это внедрялось. Наша позиция очень жесткая, что главное достояние государства – это пожилой человек, который имеет опыт, навыки, знания, умеет работать, умеет учиться, в отличие от молодых. Вот, и поэтому зрелость общества и государства сегодня определяется пожилыми отношениями к пожилым. Когда-то мы формулировали такую тему, если мне не изменяет память, именно эта формулировка принадлежит моему отцу Андре Ивановичу Воробьеву, академику, от человека, разумного человека, мудрому. Ну, а мы четко говорили, что от заслуженного отдыха к активному долголетию. Это наша с вами задача как гириатра. И мы в самом начале, на первом же нашем, вот этом, на первой конференции 27 лет назад сформулировали необходимость увеличения пенсионного возраста. Мы обратились ко всем тогда руководителям страны, в Думу, ко всем губернаторам и так далее, мы везде рассылали. Более того, на всяких заседаниях Андрей Иванович где-то выступал с этим неоднократно в правительстве, да, я имею в виду в руководящих органах. Вот, тогда это, конечно, воспринималось как дурная щутка, нам говорили, вы чего, люди должны отдыхать. Вот, и пока мы это все обсуждали, десятилетия шли, и тем не менее, к счастью, это свершилось. Почему к счастью? Да потому что ранний выход на пенсию – это укорочение продолжительности жизни. Половина больных, половина людей, вышедших на пенсию, от международной данной, заболевают тяжелыми заболеваниями, и многие умирают в течение первого года после выхода на пенсию. В принципе, конечно, просто увеличение количества больных людей, потому что делать им нечего, они только болеют. Уменьшение числа рабочих рук и уменьшение размеров пенсии, потому что кшлек-то один. Если там много людей, значит, пенсия будет маленькая, если людей меньше, пенсия будет больше. Отдыхающий у телевизора пенсионер социально не нужен. Почему-то все считают, что бабушки готовы сидеть с внучками, да ничего они не готовы, они хотят по кино ходить или на даче грядки вскапывать, а внуки и внучки им совершенно не нужны. Пожилой человек, сидящий, подвержен стопорозу и переломам. Вы знаете, что перелом шейки матки в деревнях практически не встречается, а вот в городах у всех. Пожилой человек тучнеет и болеет гипертонией, выращивает сердечную и дыхательную недостаточность, имеет, сидя за телевизором, инфекцию мочевых путей, потому что у него застой, он имеет гиперкоагуляцию, тромбоэмболии легочной артерии. Это все результат того, что человек ничего не делает на пенсии. Примерно в 2005 году, это слайды просто старые, как вы понимаете, листая старая страница, еще раз повторюсь, я говорил о том, что не видно никакой динамики ни законодательной, ни нормативной, ни технической в развитии домов сестринского ухода, домов престарелых, в работе благотворительных организаций, организации взаимопомощи пожилых. Сейчас мы говорим, что все это сдвинулось с мертвой точки, в некоторых местах очень сильно сдвинулось. Может быть, не все пошло так, как нам представлялось правильным, куда-то пошло по-другому, но сказать, что ничего не произошло, все-таки невозможно. Ну и я хочу отметить, что фонд Тимченко в десятых годах, когда он только появился, создавался, он проводил пару или тройку лет у нас свои заседания, конференции, собирал людей, и он стал главным таким движителем вот этой общественной деятельности в плане пожилых людей. До него все занимались только всякими другими вещами. Вот, и когда я обращался в Минздраве к разным высоким начальникам, мне говорили, кому нужны твои старики? У нас главный приоритет – это дедё с мамой, а старики не им. Старики, ну что ты, ну никто им будет заниматься. Сейчас так уже никто не скажет, потому что сейчас всем понятно, что большая часть населения, или большая существенная часть населения является всё-таки людьми пожилого возраста. Когда-то, лет 20 тому назад, мне была присуждена премия имени Ярошевского, этот был директор когда-то в 40-е годы, директором Самарского, тогда Куйбышевского медицинского института, за то, что я сформулировал такое новое направление, как геронтофармакология. Надо сказать, что с тех пор, конечно, геронтофармакология набрала подлинную силу. У нас был доклад ректора Романпо Сычёва Дмитрия Алексеевича, который рассказывал огромное количество всяких вопросов, связанных, кстати говоря, с антикоагулянтами, с пожилыми. И многие положения, которые даже сейчас я чуть не полистаю ещё, это получило своё развитие в настоящее время. Тогда мы говорили о том, что две основные проблемы геронтофармакологии это доступность лекарственных препаратов и рациональное их использование. Если говорить про рациональное использование, то мы должны оценивать эффективность, это называется медицина основана на фактах, мы возражаем против термина медицина доказательств или медицина основана на доказательствах, потому что доказательств для большинства медицинских технологий не существует вообще. Хорошо, если 2-3% медицинских технологий имеют доказательства рандомизированных исследований и так далее. Вот фактов гораздо больше. Экономичность – это клиника экономический анализ, которым мы много занимались, приемлемость – это удовлетворение ожиданий пациента, очень важная тема – это законность, соблюдение регламентов лекарственного обеспечения, и, наконец, то, о чем мы сейчас будем говорить – это справедливость, то есть общая доступность основных лекарственных средств. В 2002 году мы описывали таким образом структуру системы лекарственного обеспечения. Это было заседание коллегии Минздрава, и оттуда, собственно говоря, мы ее готовили, делали, и оттуда очень многие вещи пришли. Экспертный совет по стандартизации Минздрава. Он существует в том или ином виде, сейчас он занимается клиническими рекомендациями, но, тем не менее, такая структура есть. Формулярный комитет Минздрава Российской Федерации, который работал в то время, он на сегодняшний день отсутствует. Комитет по изданию, переизданию федерального руководства для врачей отсутствует. Но при этом есть формулярная комиссия органов управления здравоохранением, формулярная комиссия медицинских учреждений. Может быть, они немножко по-другому называются, но, тем не менее, во многих местах есть какие-то структурные подразделения, которые обсуждают лекарственное обеспечение. Какие документы входили в систему? Это протоколы ведения больных, сейчас их стали называть клиническими рекомендациями. Опять же, в угоду Запада мы пытались уйти от этой терминологии, потому что клинические рекомендации по определению – это просто рекомендации. Они никого, на самом деле, ни к чему не обязывают. Сколько сейчас в законе, не пиши. А Минздрав написал, черт знает что в законе по поводу клинических рекомендаций. Мы возражали, пытались, через правительство заходили. Нет, пробили дурные формулировки. Ну, бог с ними. Но, тем не менее, клинические рекомендации существуют. Перечень жизнеобходимых лекарств тоже есть. Федерального руководства для врачей нет. Но есть формулярные перечни и стационары, и субъекты Российской Федерации. Какие основные проблемы геронтофармакологии? С одной стороны, это высокая стоимость и высокая потребность пожилых в лекарственных средствах. И было понятно с самого начала, что пожилые должны получать лекарства бесплатно или в основном хотя бы бесплатно. И сейчас это реализовано в проекте, который, если вы помните, назывался сначала ДЛО, ДЛО, сейчас МЛС, ну, более-менее большая часть пожилых людей, она имеет возможность получать лекарства бесплатно. Вот. А с другой стороны, чисто клинические вещи, что не до учет идет физиологических особенностей пожилых людей, снижение кровотока, снижение моторики, понижение веса относительно уменьшения воды, соответственно, концентрация препаратов уменьшается, извините, растет наоборот. Меньше альбумина и, соответственно, сниженная функция белково-связанное лекарство, хуже переносится, доносится до больных. Снижение функции печени и почек, опять же, накопление, задержка лекарств в крови. То есть это требует постоянного мониторинга, на самом деле, оценки у каждого пациента, потому что это все непростые задачи. Высокая частота осложнений, не буду останавливаться на этом, но огромное количество, 10-20% амбулаторно, 10% госпитализации связано с лекарственными осложнениями. Ну, конечно, нельзя здесь сказать про COVID-19, промолчать. И прием прямых оральных антикоагулянтов. Мы 20 января 2020 года предложили для лечения синдрома у тяжелых больных антикоагулянты в комплексе со свежезамороженной плазмой и плазмой ФРС. Обращаю внимание, что это январь месяц, еще никаких больных ковидом в России не было, но мы уже понимали с нашим опытом, патогенетическим пониманием, фактами, мы знали, как это лечится. Уже в марте 2020 года стало понятно, что надо принимать прямые оральные антикоагулянты как можно раньше, с первых дней высокой температуры, для профилактики ДВС-синдрома. Не надо дожидаться, пока он разовьется, и когда у больного наступит дыхательная недостаточность. На сегодняшний день у нас опыт более чем 6 тысяч больных с острым ковидом и постковидным синдромом. При остром ковиде наши больные далеко не молоды, не менее 15% из них это лица старше 60 лет, и примерно 20%, это, правда, мы анализировали прошлогоднюю популяцию, когда была тяжелая вспышка осенью прошлого и зимой этого года. Вот 20% тяжелых пациентов, это значит, что они все находились на вспомогательном кислороде, то есть у них была дыхательная недостаточность, мы им давали гормоны, как уже об этом только что я говорил, ну, симптоматическая терапия тоже мы ее достаточно хорошо используем. Все больные у нас проходят амбулаторно, мы никому не рекомендуем, почти никому не рекомендуем, скажу так откровенно, тоже бывают ситуации чисто, так сказать, жизненные, когда нужно положить больного, но, обращаю ваше внимание, летальность 0,3%, 0,3%, у нас больные от ковида не умирают, у нас бывает смерть, когда тяжелый пациент, исходно тяжелый, сердечный недостаток, слегка, спочечный и так далее, ну, тут что от ковида, что от недостаточности органов он умирает, в общем, такие, конечно, есть, но не от возраста, у нас и 90-летние бывают больные, а именно от какой-то сопутствующей, тяжелой, обращаю ваше внимание, болезни, не сахарный диабет, сахарный диабет вообще никакого влияния не оказывает, как и гипертония. Естественно, на нас со всех углов шипят, все врачи говорят, ну, как же антикоагулянты, это так опасно, столько кровотечений, много кровотечений, ну, масса работ по частоте кровотечения при применении прямых оральных антикоагулянтов, конечно, она везде ниже, чем при применении варфарина, который назначается довольно легко, направо и налево, ну, а если взять, что в контролируемых исследованиях частота кручений на фоне варфарина, наверное, в 10 раз меньше, чем в жизни, то, конечно, прямые оральные антикоагулянты не сопоставимы по безопасности с варфарином. Кроме того, напомню, что очень сильно влияет на кровоточивость, на геморрагический синдром при применении антикоагулянтов, наличие НПВС и аспирина, который очень любят больные, особенно пожилого возраста, у нас их всех кормят обязательно аспирином. Зачем им аспирин, не знает никто, потому что аспирин никак не влияет на судьбу человека пожилого возраста, да и 50-40-летнего тоже не влияет, это уже доказано, что это абсолютно пустышка, но прожигает язву желудка, правда. Какие же у нас осложнения были? Единичные усиления менструации, да, бывает. Легкие геморроидальные кровотечения, которые, ну, обычно мы как-то на них не обращаем большого внимания. Кровотечение, стенд в почке, отменяли препарат, тяжелый пилонефрит, стенд, ну, что будет делать. Был один случай желудочного кровотечения клинический с Миленой, мы просто отменили антикоагулянты и перешли на солодексид. Ну, никакой госпитализации не потребовалось, это самостоятельно остановилось. Кстати, обращаю ваше внимание, Милена была несколько раз, как правило, это была либо черника, которую больные либо варенье кушали, либо еще, либо свекла. Они потом вспоминали, ба, да мы же чего-то ели. Ну, представляете себе, что с нами происходило, когда мы слышали о том, что у них Милена. Но на самом деле все оказывалось в основном диетическому происхождению. Тем не менее, мы разработали специальную шкалу риска кровотечений при начале приема оральных антикоагулянтов. Те шкалы, которые сегодня используются, они не имеют отношения к примеру оральным антикоагулянтам, они были созданы под варфарин. А это совершенно разные вещи. Вот, что у нас в ходе? Значит, если язва желудка или варикозное изменение вен пищевода, даже с эндоскопическим подтверждением, ничего, 5% риск, ну, практически считайте, что ноль. А вот если мы видим кровотечение, неважно оно подтверждено эндоскопически или клинически, то это 100% противопоказание для приема прямых оральных антикоагулянтов. Не надо сюда точно лазить. Дальше. Геморроидальное кровотечение. Смотрите, как это выглядит. Выделение крови из прямой кишки. Видимое или при пальцевом исследовании. Но никак не прожилки крови. Прожилки никакого кровотечения нет. В этом случае вероятность 50% кровотечений мы, конечно, не даем в этой ситуации прямой оральные антикоагулянты. Наличие менструации в момент начала приема. 30% вероятность ее усиления, поэтому, ну, можно день-другой переждать. Носовое кровотечение. Опять же, не прожилки крови при сморкании, а именно кровотечение, как процесс такой, да, ну, 50% значит мы не рекомендуем. Пила нефрит, хроническая болезнь почек, почечная недостаточность. Ну, вероятность есть 10%. Ну, можно на нее обращать внимание, а можно не обращать. При этом никаких специальных, дополнительных, тяжелых, лабораторных исследований не требуется. Патология печени с белково-синтетической недостаточностью. Ну, здесь чаще всего все-таки либо лабораторные данные по альбуминам, про тромбиновый комплекс, но главное, это все-таки отечно-эстетический синдром при заболеваниях печени. Ну, да, риск повышается. Недавно выполненная в течение, там, последних 5 дней, например, полостная операция. Тоже риск определенный есть, и в этих случаях мы, опять же, предлагаем всех на солодексит переводить. А вот уровень тромбоцитов, у нас таких довольно много больных, потому что мы же гематологией все-таки занимаемся, и к нам гематологические больные попадают. Нету серьезного повышения геморрагического, так сказать, вероятности геморрагического синдрома, и даже меньше 15 тысяч тромбоцитов мы даем антикоагулянты, и никаких проблем мы на самом деле не видели. Единственная просьба – повторные ручные подсчеты. И обращаю ваше внимание, что у нас часто тромбоциты забираются на ЭДТА, а оказывается, особенно при ковиде, появляются ЭДТА-антитела. Я не знаю, что это за антитела, потому что мне казалось, что к химическим таким веществам антител нету, и нужно перебирать на цитрате, если вы видите нули тромбоцитов. Бывает ноль тромбоцитов, а при этом нет никакого геморрагического синдрома, перебираете в цитрате и видите, что у вас на самом деле тромбоцитов много. Очень часто говорят, глюкортикстероиды – ужас, ужас, ужас. Да никакого ужаса, никакой проблемы они не создают для геморрагического синдрома. А вот НПВС – да, это очень неприятно, и мы всем рекомендуем отменять вероятность 30% и так далее. Возраст, систолическое давление, храническая сердечная недостаточность – все это несущественно добавляет риска кровотечения. Это наш консенсус, это десятки людей, клинические фармакологи и специалисты по гемостазу, и различные люди по разным органам и тканям. Вот к такому консенсусу мы пришли, это у нас в рекомендациях очень все подробно изложено. Ну, не буду очень долго останавливаться на рибагите, скажу только, что есть препараты, которые воздействуют на эндотелий, кстати говоря, к ним относятся и солодексид тоже, вот, они влияют на эндотелиальную дисфункцию, и в этом плане они могут быть полезны не только с точки зрения защиты слизистой оболочки желудка, но и вообще с точки зрения влияния на эту патологию, поэтому мы все время про рибагит на всех наших конференциях говорим. Сейчас еще одна тема, это гипоксен появился такой препарат, он очень старый, он появился в 80-х годах, но вот сейчас начали про него вспоминать, но это отдельная тема для разговора. Формулярный комитет. Он начал работать в конце 90-х, простите, годов, вот, ну, из многих таких достижений, например, мы ввели в 2000-х годах в самом начале понятие сиротские орфанные заболевания, сегодня и лекарства, сегодня про это все знают, тогда это казалось совершенно просто, ну, какие, что за сиротские лекарства. Вот, уже в середине 2000-х годов появилась программа «Семь нозологий», формулярный комитет разрабатывал стандарты, обосновывал затраты на эти препараты, все это делала наша команда. Ну, и с тех пор это стало 14-ю нозологиями, высокозатратные технологии, это разное сейчас название, но во всяком случае люди с вот этими 14-ми заболеваниями, высокозатратными, их на самом деле там гораздо больше, потому что там гематологически почти все гемобластузы, вот, они имеют возможность получать бесплатно достаточно дорогие препараты. В конце 2000-х годов мы разработали госпрограмму по орфанным заболеваниям, утвердили на президиуме Академии наук, там были перечислены все перспективные препараты, которые в разработке уже были на тот момент, и, конечно, можно было бы их начать уже разрабатывать в России, но, к сожалению, дальше Академия наук это не пошло, Академия наук не дружила с правительством, с администрацией президента, это так все там умерло, увы. Мы создали уникальный справочник лекарственных средств формулярного комитета, пять выпусков вышло, и выдали на гора два доклада о здравоохранении в Российской Федерации и о лекарственном обеспечении в Российской Федерации. Оба доклада были направлены руководством страны, сверху донежу, мы так спокойно рассылаем несколько сот экземпляров всем, чтобы все знали. Но конкретно по лекарственному обеспечению мы передавали из рук в руки Скворцовы на заседании около кабинета Зюганова, под руководством Зюганова ушло это заседание. И мы точно знаем, что огромное количество тех предложений, которые были сделаны в этих докладах о здравоохранении, о лекарственном обеспечении, они в том или ином виде реализованы. Ну, в частности, о здравоохранении мы писали о том, что нет у нас санавиации, что она прекратила существование, и буквально через год или два появился приказ по санавиации. Еще был у нас такой пассаж большой по поводу парамедиков, что невозможно везде иметь врачей, фельдшеров, у нас просто их нет физически на каждую деревню. И сейчас у нас в приказе в порядке оказания первичной медико-санитарной помощи есть такое понятие, как полномочный домового хозяйства. Лицо без образования, но при этом оказывающий реабилитационную помощь, амбуон должен там дышать, накладывать шины, кровотечение останавливать и так далее. К сожалению, в середине десятых годов формулярный комитет прекратил практически свою деятельность, но в том числе потому, что основные эксперты, которые в него входили, которые составляли ядро, они естественным образом упали из нашей команды. Ну вот в качестве продолжения с 2021 года работает фонд «Круг добра». Это внебюджетный фонд. Его задача – это закупка лекарственных средств и медицинских изделий для лечения детей до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими, в том числе арфанными заболеваниями. Фонд поступает часть налоговых сборов с россиян, чей доход превышает 5 миллионов рублей. То есть это, по-видимому, поступления идут разово в году, то есть где-то начали в конце сезона, когда происходит выплата налогов. Но сейчас они планируют расширение целевых групп, в частности возрастных, потому что не все имеют доступ. Значит, возглавляет это духовное лицо Ткаченко. В принципе, у них довольно открытая деятельность, она вся есть на сайте, можно все посмотреть. Есть экспертный совет, который проводит оценку медицинских технологий, они взаимодействуют с пациентскими организациями, независимо от Минздрава и других органов. В какой-то степени это воспроизводит деятельность формулярного комитета. Правда, у нас в формулярном комитете никаких своих средств не было, но были очень четкие регламенты работы. Значит, что делает Круг Добра? Они ведут сейчас, у них 56 орфанных заболеваний, их на самом деле гораздо больше. Они оплачивают 33 орфанных лекарства для детей, 17 закупаются Минздравом, как я уже говорил, вот по высокозатратным технологиям. И еще медицинские изделия они закупают для 8 редких заболеваний. Обратите ваше внимание, за 2 года, они с 21 года работают, они выполнили контракт на 88 миллиардов рублей. При этом помощь оказана всего 4 тысячам детей, то есть по 2 миллиона на ребенка в среднем. Ну, скажем прямо на фоне нашей 150-миллионной страны, это капля в море, но тем не менее, слава богу, что эта капля есть. Я не знаю, насколько они все-таки используют схемы оценки медицинской технологии. Не уверен. Я не уверен в том, что нет признаков конфликта интересов, хотя бы потому, что Бигфарма финансирует организацию пациентов, а те, в свою очередь, воздействуют на принятие решений. И никаких барьеров, насколько я понимаю, здесь нет. Хотя это принципиальнейший вопрос. Согласитесь, что 88 миллиардов – это достаточно приличные деньги, чтобы иметь там четкую защиту от конфликта интересов. Не знаю, может, я наговариваю. Но очень большая проблема, что этот фонд находится вне правового поля государственной системы лекарственного обеспечения. Точнее, у нас нет государственной системы лекарственного обеспечения. И фонд – это просто один из островков, еще один из островков, который занимается этим вопросом. Ну, почему я об этом говорю? Потому что буквально на днях молодой человек с болезнью Пампе, ему исполнилось 18 лет, его терапия стоит 2 миллиона рублей в год. Это немаленькие деньги, даже для бюджета. И его 18 лет снимают с Кашта фонда добра, круга добра, и отправляют в регион. А в регионе, говорят, у нас в бюджет не заложены эти деньги. Мы только через год, сейчас примем бюджет, на будущий год у нас будет бюджет, потом мы закроем препарат, а потом вас будем лечить. Это безобразие, это отсутствие правового регулирования. Это не есть хорошо, потому что этот ребенок, 18-летний, как утверждается, практически здоров, а препарат он получить сейчас уже не может. Ему их никто не даст. По-моему, это издевательство. Но, тем не менее, все равно хорошо, что такой фонд есть, и что кто-то хотя бы может получить какие-то лекарства. Значит, непосредственной предтечей для закона, о котором я сейчас два слова еще скажу, являлось то, что часть авторов этого закона в 19-м году работала в Донецке по созданию там системы бесплатного лекарственного обеспечения населения этой республики. Так как объемы и номенклатуры лекарств в России и в ДНР различались существенно, я бы сказал, лет на 20, а то и на 30, то за модель мы взяли Орловскую область, где я, как вы знаете, наверное, работал советником губернатора, там была возможность доступа ко всем данным. Конечно, это не самая позитивная, не самая лекарственно обеспеченная область страны, но, тем не менее, как-то она живет, поэтому мы решили, что для такой модели, минимальной модели Орловскую область вполне подходит, она не хуже других точно. Нам удалось проанализировать все поступления лекарств по всем каналам, причем еще и за несколько лет, кроме самостоятельных покупок больных. То есть мы знали, сколько закупают все больницы, мы знали, сколько закупают диспансеры, сколько идет на вакцины, сколько идет на тест-системы и так далее, и так далее. Все мы знали. Мы составили перечень, из него убрали лекарства фуфламицина, это понятно, там процентов 20 точно было фуфламицинов, и некоторое количество лекарств мы добавили согласно модельному перечню ВОЗ и перечню формулярного комитета. То есть те самые жизнеспасающие препараты, основные препараты, мы это сделали. Вот Бешкек у нас появился, а я сказал, что у нас нет в Киргизии сегодня. Значит, дальше. Мы добавили в этот же перечень медицинские изделия по спискам госзакупок в регионе и в Москве, потому что в Москве оказалось очень хорошо с перевязочными современными средствами, мы взяли московский перечень, цены мы взяли из государственных закупок, дальше мы создали калькулятор, в котором можно менять настройки по номенклатуре, по объемам, по ценам, вот, и посчитали, сколько же надо на все это денег. Вот что у нас получилось. Значит, по лекарствам, это 795 уникальных наименований основных лекарств, включая, естественно, орфанные препараты, но до 2019 года, потому что круг добра тогда не было, и препараты, которые сейчас финансируются с кругом добра, мы, у нас их тоже не было в России, мы их не включали, естественно, но еще раз повторяю, это калькулятор, поэтому его можно добавлять. Дальше мы ввели ряд допущений, значит, мы, кстати говоря, в процессе этой работы анализировали покоечно, да, по каким профилям, какие лекарства идут, наши профиля различаются в больницах и в регионах, возрастные различия есть, и, соответственно, мы вот это все настраивали в калькуляторе, то есть мы знали, сколько надо детям, сколько гинекологии, сколько, там, туберкулез, сколько психиатрии, все это различалось, онкология, в России все-таки, ну, более-менее онкология снабжается, там просто ноль, вот, и вот мы посчитали, это все, получили, что на одного человека нужно 3317 рублей в среднем в год, это простая очень цифра, вы берете количество жителей, умножаете на 3300 рублей, получаете общую сумму, вот, на 150 миллионов человекам нам нужно 502 миллиарда рублей, ну, что это, что много, я вам показал только что круг добра, который на 4000 человек тратит 88 миллиардов, это, в общем, совсем немного, 502 миллиарда, это точно не больше, чем сегодня тратит государство в целом, потому что мы знаем, что у нас есть огромные резервы по сокращению затрат, ну, например, у нас лекарство с законченным сроком годности, что в больнице, с заканчивающимся сроком годности, что в льготной аптеке, его нельзя передать в другой регион, его надо выкинуть, его надо выкинуть, и выкидываются на миллиарды рублей лекарства в помойку, потому что система не способна переварить эти лекарства, была бы система, мы бы легко передавали из одного региона в другой регион, появился больной, туда-сюда все это можно сделать, было бы желание, но желание на сегодняшний день мы знаем, пока не очень выражено. Соответственно, да, и мы в Донецке сделали проект закона по медицинскому обеспечению лекарствами и изделиями медицинского назначения с коллегами, тамошними, многие положения отрабатывали вместе, и сейчас мы решили, что этот закон вполне может пригодиться, но поскольку это было накануне вхождения ДНР, ЛНР и прочих в состав Российской Федерации, то я считаю, что мы полное право имеем использовать сейчас эти наработки. это авторы из Московского городского общества терапевта, из Орловского государственного университета, Государственная дума и научно-исследовательский институт организации здравоохранения при Депздраве Москвы. Некоторые важные определения в этом законе, которые мы ввели, это медицинские товары, термин непривычный, это продукты медицинского назначения, произведенные для продажи, то есть, если вы производите в больнице что-то не продающееся, это не медицинский товар, который включает лекарственные препараты, специальное лечебное питание, медицинские изделия, бактериофаги, клеточные линии, суперматанты, пиявки, материальные взвеси, газа или газовые концентраты, средства для дезинфекции, предназначены для применения в составе медицинской технологии. Обращаю ваше внимание на бактериофаги, у нас они есть в России, все про них знают, а вот зарегистрировать их нельзя, то есть, они вне закона. Это не БАДы, это же живые, но не очень живые, потому что это вообще-то вирусоподобные частицы. Как их зарегистрировать? Да никак, нет и все. Клеточные линии, вы знаете, бьются над этими клеточными линиями, кто-то считает, что они очень помогают, кто-то не помогает, как и то, что над ними плавает вот эти супернатанты, но их невозможно зарегистрировать, они не проходят ни под один закон. Пиявки вы можете зарегистрировать? Самая простая вещь, да нельзя, нельзя, это живой организм, как вы можете зарегистрировать? Зарегистрировать комаров. Ну, это тоже тема, если это продается, то это медицинский товар. Специальное лечебное питание, да, тоже мы дали такое определение, потому что мы столкнулись на ковиде с тем, что больные прекрасно воспринимают продукты лечебного питания, мы используем компании, продукты компании Nestlé, это сбалансированные химические, по сути, химические вещества с очень высокой биологической ценностью, но они тоже у нас вне закона, они никуда не входят, их невозможно, вы не можете назначить в аптеке специальное лечебное, не в аптеке, а в поликлинике специальное лечебное питание, посоветовать можно, а вот назначить нет. Дальше появляется перечень медицинских товаров, понятно, да, что он должен прийти на смену перечня жизненно необходимых лекарственных средств, вот, который должен составляться с использованием правил оценки медицинской технологии, ну, ясно, что это на уровне федерации должно создаваться. Ну, и дальше вот основные постулаты этого законопроекта, они достаточно простые. Обеспечение основными лекарствами, ну, или медицинскими товарами осуществляется для всех граждан страны без выделения каких-либо отдельных категорий граждан. Ни по нозологическому, ни по социальному критерию, по возрасту, там ничего этого не должно быть. У нас же, вы знаете, 890-е постановление «Жены, не вышедшие замуж после смерти инвалида Первой мировой войны». Ну, черт знает что. Что за глупости? Такой вот том этого 890-го постановления, где описано, кто имеет, а кто не имеет право на лекарство. Да мы что, в разных странах, что ли, живем? Ох, выделяются основные лекарственные изделия и средства, лекарственные средства, медицинские изделия, которые имеют важное значение, это не жизненно важно, а важное, это могут быть и симптоматические средства, которые не спасают жизнь, но резко меняют качество ее, но главное, что они должны быть с доказанным, не вызывающим сомнения действиям, и формируется их список. Доступность в медицинских товарах обеспечивается рецептурной выпиской врачами на основании нормативных документов, относящих то или иное лекарство к определенной болезни или группам болезней. Стандарты, формулярные перечни и то самое федеральное руководство для врачей, где к каждому лекарству должны быть прописаны четкие показания, по которым они входят в реимберсмент. Нельзя написать просто, я не знаю, анальгин. Анальгин кому-то это просто пошел купил и все, а кому-то это жизненно важно. И тогда в этой ситуации он должен входить в перечень и прописываться, выписываться по данному конкретному показанию. По другим показаниям, извините, тот же препарат может продаваться отдельно. Дальше. Реализация основных лекарств производится через определенные аптечные точки, к которым относятся аптеки, аптечные пункты, фетшера там на ФАПах, пожалуйста, где угодно. Но это должны быть четко определенные, аккредитованные в системе точки. При реализации лекарств медицинских изделий плата с потребителя не взимается или, как вариант, это должно быть в законе четко прописано, может быть совоплата. То есть больной пациент может платить какую-то небольшую сумму, например, я не знаю, 50 рублей за то, что он получил по рецепту лекарства. Это нормальная практика. Это никак не должно быть привязано к цене препарата. Препарат может стоить миллионы, но стоимость отоваривания вот этого льготного, не льготного, простите, основного препарата, она должна быть для всех одинаковой. Иначе это все несправедливо. Дальше аптеки передают сведения об отпущенных лекарствах уполномоченному дистрибьютору, а уже дистрибьютор получает финансирование из бюджета по результатам реализации лекарств, например, раз в квартал или раз в месяц, скорее всего, раз в месяц для ускорения, из госисточников и расплачивается с поставщиком и с аптекой за проведенные транзакции и факты отпуска лекарств. Схема, в общем, простая. В условиях нашей сегодняшней информатизации она, извините, как говорится, элементарно ватсона. Меня, конечно, спрашивают, ты сам-то в это веришь? Я говорю, ребята, вот все, что мы тут обсуждаем, ну так или иначе реализуется. Это все нормально проходит, да, есть процесс привыкания народа, привыкания правительства, привыкания чиновников к этим идеям, но если их не озвучивать, эти идеи, не говорить о них, то, конечно, никакой реализации не будет. Поэтому я все время выношу на всеобщее обсуждение, часто не в специфической, скажем так, для этого аудитории, ну, например, конечно, лучше было бы об этом рассказать в Госдуме. Но там поспят и забудут. А вот если про это будут знать все, то, скорее всего, рано или поздно достучаться и до тех же чиновников в Госдуме, и до тех же чиновников в Минздраве. Поэтому кто-то все время должен кукарекать первым. Это непростая задача, но тем не менее мы ее всегда выполняли, выполняем и будем выполнять. Еще раз повторюсь, огромное количество наших предложений в том или ином виде свершается и внедряется. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, может быть, оно будет не завтра, но тем не менее этим надо заниматься. И спасибо вам всем за внимание. Я готов ответить на вопросы. Вижу, как сейчас обстоит дело с огромным запасом антикоагулянт, предназначен для кардиологических больных, о которых вы говорили, в прошлом году не разрешили брать оттуда препараты, а я не знаю, что значит запас, какой запас, где запас. Я не понимаю, о чем идет речь. Это что, по делошу ли, что-то по НЛС покупали? Без понятия. Я знаю, что мы резко вырастили продажи антикоагулянтов, они там прямо вот в такой кривой выросли за 2021-2022 год, естественно, вырастут, но в принципе сейчас, наверное, пойдут немножко вниз, потому что ковидных больных стало меньше. Но мы убедились еще раз, что огромное количество людей нуждается антикоагулянтов. По-видимому, многие пожизненно. Это не только фибрилляция желудочка, фибрилляция миокарда, сердца, но и другие заболевания с высоким риском тромбоэмболических осложнений. Вот. Еще вопросы? Одни спасибо. Ну, хорошо, тогда на этом я позволю себе закончить. Еще раз скажу, что наши лекции будут доступны у нас на нашем канале на YouTube. Про гипоксен я надеюсь, что у нас будет отдельная лекция. Выступал с ней Баев Владимир Владимирович из Хакасии, рассказывал о своем опыте применения гипоксена при постковидном синдроме. Ну, мы пытаемся сейчас договориться с компанией, которая препарат почему-то не хочет продавать, мне так кажется. Вот. это отечественная разработка, очень старая, и к ней надо приделывать ноги. Будем приделывать. Мы когда-то провели лет 10 назад рандомизированные исследования препарата, поэтому у нас очень хорошее о нем впечатление, я считаю, что он достоин того, чтобы двигаться с ним. Про гипоксен это еще? А, ну, второй человек спрашивает про гипоксен, я вам ответил. Я ваши вопросы переадресую компании, которая производит этот препарат, что вы интересуетесь. Потому что они не верят, что терапевты будут этим заниматься. про гипоксен ничего не скажу, понятнее имеешь, что это за препарат, это фуфалмицин, на мой взгляд. Во всяком случае, по нему никаких данных у меня нет. По гипоксену есть, а по нему ничего нет. Хорошо, все, спасибо, всего хорошего, до следующего заседания. Следите за нашими публикациями на сайте, рассылки, как вы знаете, мы вам рассылаем регулярно, поэтому заходите и слушайте. Все хорошо. Спасибо.